Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Casio G-Shock с номером моделей GA100-1A1. Это одна из самых продаваемых моделей данной коллекции часов. Коробка здесь самая стандартная для G-Shock. И как выглядят эти самые часы, давайте смотреть все вместе. Популярна эта модель по трем причинам. Это дизайн, функционал и цена. И давайте поговорим обо всем по порядку. Данная модель у нас полностью черного матового цвета. Имеется в циферблате тоже черная вставка и только у нас белые стрелки. Ремешок у нас выполнен из ковчука и вот тоже черного матового цвета. На циферблате, как вы видите, имеется 4 графических области. Две нижние предназначены для отображения числа и дня недели. Левая верхняя отображает выбранные нами функции часов, а правая верхняя для работы с секундомером. Помимо основного циферблата и графических областей, на циферблате у нас имеется вот такой спидометр. Работает он по совместительству с секундомером. И об этом немножко попозже. Дальше могу сказать, что по бокам с двух сторон имеются по две вот такие рельефные пластиковые кнопки большие. Ремешок большой, широкий, удобный. Застежка тоже надежная, часы не потеряются. Задняя крышка держится на 4 винтах. И часы, в принципе, имеют вот такой конкретно спортивный или даже военный стиль. Что касается функционала данной модели, то он практически соответствует среднему ряду G-Shock, за исключением функции спидометра. Но для начала посмотрим, что здесь есть. Первый у нас идет секундомер. Дальше таймер, мировое время и 5 независимых будильников. И, в принципе, на этом все. А теперь давайте остановимся на функции спидометра. Для его работы мы переходим в режим секундомера и заживаем левую верхнюю клавишу. Для того, чтобы часы посчитали нам нужную скорость, мы должны ввести необходимую нам дистанцию. То есть, если мы должны проехать 50 километров, то мы должны здесь это отобразить. Я введу, ну, пускай будет 1 километр, чтобы долго не ждать. И нажимаю опять же левую верхнюю клавишу. После этого я нажимаю на старт. И секундомер начинает работать. Пускай считается секунд 7. И вы видите, как сверху отобразилась у нас величина скорости. То есть, за 7 секунд мы проехали 1 километр вот с такой скоростью. Все, в принципе, просто. Это простая математика. Так как это все-таки G-Shock, то эта модель у нас и ударопрочная. И на своем личном опыте я могу сказать, что эти часы действительно живучие. Во-первых, матовый цвет, он практически не царапается. А если и царапается, то царапин практически не видно. У этой модели также есть 200-метровая водонепроницаемость. Это значит, что вы с ними спокойно можете плавать и погружаться на небольшие глубины. Что касается цены, то эта модель стоит на 2015 год около 120-140 условных единиц. То есть, в принципе, это стандартная цена для часов G-Shock. Ну и если вам нравится, конечно же, именно такой стиль, то я вам эту модель советую. А если вам понравился сегодняшний обзор, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий. И пишите в комментариях модель Casio, на которую вы бы хотели увидеть следующий обзор. До встречи!